Снежные заряды ожидают завтра у Лануденца в кратковременной осадке с порывами ветра. Обещают синоптики и слабые метели, но обойдется без резкого похолодания. С вами Алексей Фишев. Здравствуйте. И вот на чем еще становится Восточный экспресс. Разбойное нападение на заправочной станции. Подробности происшествия. Ольге Арсунукаевой. Крупнейший пожар в Лануде. Что стало его причиной? В материале Алексея Турубова. 15 миллионов рублей за каждый километр, где в Лануде положили новый асфальт, увидела Светлана Семеренко. Помогают или калечат по опасным ступенькам. Прошелся дежурный по городу. И начнем с дерзкого преступления. Неизвестный мужчина сегодня утром ограбил магазин на автозаправочной станции в Лануде. Чем угрожал нападавший, с какой добычей скрылся с места происшествия. Ольга Арсунукаева. Заправочная станция недалеко от центра города. Именно здесь произошло разбойное нападение. Известно, что подозреваемый мужчина европейской внешности. В 5 часов утра он зашел в магазин и начал требовать продавца деньги. На кадрах видеокамеры видно. Мужчина в буквальном смысле выгреб из кассы все деньги. До этого он успел запугать кассира электрошокером. Но, по всей видимости, девушка оказалась не из пугливых. Спустя несколько мгновений она нажимает кнопку «Блокировка двери». Но злоумышленника это не останавливает. Он просто ее ломает и убегает из магазина. Сегодня о случившемся работники заправки предпочитают молчать. Мы не все с утра прошли. Вообще ничего не знаете? Вам нужно туда проехать. Мы не можем вам комментировать. Все в офисе. Почему не было охраны в магазине? И если на такие случаи красная кнопка? На этот вопрос руководство компании так и не ответило. Наоборот, усилило личную оборону. Не знаю. Мне просто сказали не пускать. А телефон контактный? Телефон я вам об этом не могу. Ну, может быть, я поговорю с ним без камеры? Нет. А почему? Мне так сказали. Добычей злоумышленника стало более 40 тысяч рублей. По факту нападения возбуждено уголовное дело. Статья «Разбой». В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление личности и задержание злоумышленника. Приметы подозреваемого. Европейской внешности на вид 30-35 лет. Рост 165-170 сантиметров. Был одет. Куртка спортивная бордового цвета, джинсы голубого цвета. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении этого молодого человека, полиция просит сообщить по телефону. Преступнику грозит лишение свободы до 12 лет. Ольга Арсенукаева, Виктор Немаев, телекомпания «Оригус». Крупный пожар в Улан-Удэ тушат уже больше суток. На территории грузового автотранспортного предприятия номер 3 сегодня продолжили ликвидацию очага возгорания. Накануне там загорелась крыша станции техобслуживания. Хронология происшествия у Алексея Турбова. Эпопея с тушением станции технического обслуживания продолжается более 24 часов. Посреди рабочего дня загорелась крыша гаража. Локализовали огонь в полночь, но до сих пор помещения в 700 квадратных метров заливают водой и, несмотря на все усилия, языки пламени периодически появляются в разных частях кровли. Почему затянулось тушение? Это у нас причиной стала кровля, которая сделана из нескольких слоев. То есть на старую крышу была наложена еще и новая крыша. И под металлом, под двумя слоями металлов и двумя слоями досок возгорание продолжает в некоторых местах тлеть. Накануне, когда огонь пожирал крышу бокса, огнеборцам пришлось стуга, не хватало воды. На территории ГАП-3 лишь один гидрант и пожарный водоем. Да и тот не соответствует требованиям. Для тушения пришлось проложить линию из пожарных рукавов. Только так удалось удержать огонь, который грозил перекинуться на соседнее здание, в том числе и жилой дом. По объяснениям очевидцев, наиболее вероятной версией на данный момент остается короткое замыкание. В настоящий момент сейчас будет проводиться дополнительный осмотр, после чего будет установлена уже стопроцентная версия возникновения пожара. Следствие установит и ущерб от пожара, но уже сейчас ясно, что он мог бы быть более чем существенным, если бы работники предприятия не выгнали на улицу 9 автомобилей. Алексей Турбов, Вячеслав Цибиков, Батарх Алматов, телекомпания «Аригус». Масштабный ремонт дорог завершает в Улан-Удэе пригородных районах. Сегодня принимали очередной участок. Отчет чиновников и претензии горожан выслушала Светлана Семиренко. Улица Комарова, поселок Загорск. Новое покрытие на проезжей части и тротуарах появилось здесь на участке почти в 2 километра длиной. Вдоль дороги установили 140 знаков, а рядом со школой положили искусственные неровности. Не было раньше. Недавно совсем установили у нас светофор. И дороги отремонтированы. Гораздо лучше стало. Объекты ремонта выполнены в хорошем качестве. Регулярно на объектах работали общественные организации. Провалился контроль заказчиками. Брались вырубки покрытия. И это не единственная улица. По федеральному проекту безопасные и качественные дороги Улан-Удэ получила в этом году 434 миллиона рублей. Денег хватило на 13,5 километров покрытия. Число аварий на отремонтированных участках должно резко снизиться до 2 ДТП в год. В этом весь смысл проекта. Но насколько это достижимо в реальности? Можно ли этот участок считать безопасным? Пешеходный переход здесь расположен прямо на спуске с горы. Все потому, что сюда перенесли автобусную остановку «Обелиск». С горки идет на скоростях. Могут не успеть затормозить. А с той стороны подниматься тоже тяжеловато будет. Услови гололеда. Две остановки отменили, что на поселке, что на «Обелиске». И сделали там ниже. Но люди привыкли, что здесь ходят. И будем ходить. Туда ходить – это вообще кошмар. Сейчас зима впереди, морозы будут. У жителей и другие претензии. После ремонта тротуаров не было возможности заехать в ограду собственного дома. После огласки проблему решили. Максимально все требования были учтены. Конечно, не всех устраивает. По-другому их никак не сделать. Требования, которые представление выписано ГИБДД, мы в соответствии все привели. В соответствии приведут еще 30 километров городских артерий. Но это уже в следующем году. В среднем каждый километр обойдется в 15 миллионов рублей. Всего же на реконструкцию дорог Улан-Удэнской агломерации республика получит свыше полутора миллиардов рублей. Эффективно ли потратят деньги? Это будет зависеть от диалога власти и людей. Светлана Семеренко, Батар Халматов, телекомпания «Арегус». От власти до народа. Сколько ступенек между чиновниками и горожанами? Дежурный по городу сегодня проверил доступность уличных лестниц. Насколько реально подняться и достучаться до чиновников? Станция дивизионная, третий участок. До дома управления рукой подать. А порой здесь можно протянуть и ноги, только как минимум до больницы. Когда ремонтировалась эта лестница, никто не вспомнит. Хотя живут здесь несколько тысяч человек. Каждый день именно по этому пути пенсионеры идут в поликлинику, а дети в школу. Мы зимой один раз шли здесь, и это хоть за перилы держались, спаснулся у меня, друг и разбил голову здесь. Ямы такие здесь, на этой лестнице. Вообще опасно. Лестница не делалась, я говорю, с 2005 года ни разу еще и не видел, чтобы делали ремонт, заливали на это самое. Хотя бы дерево бы положили, чтобы не скользко. Вы увидите состояние здесь вообще какое. Подскажите, пожалуйста, а когда лестницы ремонтировались, которые рядом? Ну, мы не выполнены отвечать на такие вопросы. Раз ступенька, два ступенька, будет лесенка. А пока это можно назвать лишь опасным спуском. А ведь рядом 65-я школа и индустриальный техникум. А значит, концентрация детей и подростков здесь зашкаливает. Как и риск упасть зимой. Вообще улица Гагарина вообще странная, пристрамная. Такая лестница, посмотрите какая. На ней опасно даже ходить. Не то, что трудно, а опасно. Особенно зимой очень скользко. Я распадала уже здесь. Так что надо делать, ремонтировать. Я в этом техникуме учусь. Но опасно, страшно, особенно когда на каблуках. На пары опаздываешь. Особенно зимой гололед. Еще одна проблемная вертикаль на улице Гоголя. Если ходить по ступенькам здесь еще можно, то подержаться за перила, особенно в темное время суток, не получится. Если не упадете, то наткнетесь на похитителей металла. Не знаю, сколько они заработали, но доделать начатое пока не получилось. Либо сил не хватило. Почему вы спустились не по лестнице? Потому что мне спускаться здесь легче. Не по лестнице. А почему? Зимой скользко. Можно упасть. Разворовывают. Железки все пооторваны. С этой лестницей полный бардак. Такое банто здесь собирается, честно скажу. Но безопасность оставляет желать лучшего. Все эти проблемы появились не сегодня. Каждому из этих участков горожане уже жаловались властям. Но спуститься к ним чиновники не торопятся. На ремонт на строительные работы в этом году мэрия выделила около 6 миллионов рублей. Где ремонт? К слову, здесь, около здания администрации, со ступеньками все в порядке. Все сегодняшние жалобы мы уже передали чиновникам. А если вам нужна помощь, звоните дежурному по городу. Мы постараемся помочь. Антонина Болотова, Виктор Немаев, Телекомпания. Оригус. Пожаловаться на чиновников теперь вы сможете самим чиновникам. Причем одним кликом правительство Бурятии запустило в работу интернет-портал «Активный гражданин». Портал принимает заявки с 1 ноября. Он позволяет в интерактивном режиме оценить эффективность работы властей или сообщить о своей проблеме. Гражданин может высказать свои предложения, замечания по работе, по направлениям это общественный транспорт, дорожное хозяйство, здравоохранение, ЖКХ. Вот есть сообщение, которое поступило от гражданина по соответствующему адресу. И поступила она в ЖУ-6. То есть если мы откроем, мы увидим. В данном случае ЖУ-6 уже ответила гражданину. В настоящее время свой комментарий можно оставить о строительстве дорог и благоустройстве дворовых территорий. Адрес приложения вы видите на экране. Это программа «Восточный экспресс». Смотрите далее. Дом сдан, квартира в собственности и все равно есть опасность расстаться с жильем. Почему, расскажет Байерма Роднаева. Каким должен быть идеальный папа вместе с горожанами? Портрет составила Саржанна Мордогеева. Здоровые дети, наше будущее. О рекорде, который поставили участники турнира по тэквондо у Улан-Удэя в материале Алексея Туробова. Что стало причиной массовой гибели нерп на Байкале? Ученые выдвинули очередную версию. Большая часть погибших животных – самки. И они находились в ожидании потомства. Возможно, поэтому нерпы мигрировали с перенаселенной территории. И в этот момент резко ухудшилась погода. На основании этих данных можно предположить, что ожидавшие детеныши и нерпы мигрировали на юг с северной акватории озера, где наблюдается перенаселенность этого вида. Погибнуть во время миграции они могли из-за шторма. Который наблюдался на Байкале. Напомним, 141 мертвую нерпу обнаружили на берегах Байкала в конце октября. Ураган прошел за несколько дней до этого. Туши животных уже вскрыли. По предварительным данным, вирусов в крови и теле нерп не обнаружено. Кроме того, у всех пустой желудок. Так что версия о голодной смерти также не исключается. Окончательные выводы ученые смогут сделать после результата экспертизы. Их ожидают на следующей неделе. Череда махинаций и снежный ком-проблем. От действий скандально известного застройщика пострадали не только дольщики. На многие квартиры наложен арест до окончания следствия. Ситуацию изучала Байерма Роднаева. С обманом в долевом строительстве в Бурятии столкнулись полторы тысячи человек. Сегодня насчитывается 13 проблемных домов и более тысячи договоров с будущими жильцами. Но дом на Ключевской этап строительства прошел без загвоздок. Вопросы появились уже после заселения и получения на руки документов. Сегодня на квартиры наложен арест. Все как полагается. Свидетельство о государственной регистрации права у нас есть. Кадастровый паспорт, договор купли-продажи. Все документы, все на месте. И вот приходит повестка. Оказывается, наша квартира приобретена незаконно. Пока это правда беспокоится жильцов. Но поводы для них есть. Четыре года назад застройщик их дома ООО «Зочи» отдал 135 квартир шести разным фирмам. А компании эти затем распродали жилплощади по переступке прав нынешним владельцам. Но во главе этой цепочки стоит генеральный директор компании «Зочи». Его как раз и подозревают в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Мы оформили всю сделку через Росреестр. Я просто сейчас не понимаю, для чего тогда такие службы-то нужны. Прошли документы через банк мой. Я теперь выплачиваю ипотеку. 15 лет у меня ипотека. И что теперь мне делать? Это же все нервы, это же все время. У меня просто слов нет. Недоумение, страх и неизвестность. С ответами на вопросы жителей на встречу должен был приехать следователь дела. Но собственники его так и не дождались. Позже суд ответил. Поводов для беспокойства нет. Данная мера процессуального принуждения носит превентивный характер и не сопряжена с лишением собственника его имущества, либо переходом права собственности к другому лицу, либо государству. Я так понимаю, следствие будет длиться не один год, не два года. То же самое затянется и на стадии суда. И поэтому на протяжении нескольких лет люди фактически привязаны к своим квартирам. Естественно, для многих это травмирующая шоковая ситуация. По уголовным делам у Бадоева грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере 1 миллиона рублей. Расследование продолжается. Между тем, строительный бизнес Бурятия признан самым безответственным налогоплательщиком. К такому выводу пришли фискальные органы по итогам прошлого налогового периода. Общий объем долгов по налогам превысил 700 миллионов рублей. 500 из них приходится именно на строительную отрасль. Большая часть долгов скопилась из-за некомпетентности работников бухгалтерии. Это связано с техническими ошибками, с ошибками методологии. И во-вторых, если налогоплательщики начинают применять схемы ухода от налогоблажения, незаконные схемы ухода, скажем, с применением фирмы до однодневок, то это уже, наверное, вопросы нужно задавать руководству предприятий. По итогам прошлого года в суды направлены десятки исков о взыскании долгов. Пока одни уходят от уплаты налогов, другим приходится повышать свои траты. Новые тарифы на ЖКХ, новые цены на алкоголь и ЖД-билеты. Жизнь продолжает дорожать. Насколько? Об этих и других новостях экономики Евгения Геранина. Женя, инфляция рекордно низкая, но все опять дорожает. Ну да, и не во всех этих решениях есть логика, но обо всем по порядку. Стало известно, насколько вырастет коммуналка. Правительство России утвердило максимально допустимый рост тарифов ЖКХ на следующий год. В Бурятии они должны повыситься не больше, чем на 3,5%. И это на треть меньше, чем сейчас. В среднем в регионах Сибирского федерального округа тарифы вырастут на 4,6%. В целом по стране на 4%. Зато алкоголь опять может подорожать. И речь идет о традиционных новогодних напитках. Производители просят поднять минимальную розничную цену на коньяк до 500 рублей, шампанское отгружать с заводов не дешевле 130. Причина – контрафакт. Официально производство собственного сырья и закупки у зарубежных производителей упали, но объем рынка вырос. Эксперты говорят, доля фальсификата уже дошла до 60%. Производители ждут проверки. Не нравится? Уезжайте. Антимонопольная служба предложила удешевить билеты в плацкарте и общих вагонах на 10%. А потому что пассажиропоток совсем упал. Плацкар заполняется только на три четверти, общие вагоны пустые наполовину. Предложение обсудят в правительстве. Но пока федеральная пассажирская компания вместо того, чтобы снизить цены и переманить пассажиров, планирует сделать билеты еще дороже. Теперь о главном. По уши в долгах. Регионы России задолжали банкам 1 триллион рублей. И в два раза больше в Москве. Президент страны Владимир Путин поручил немного поддержать регионы. Ключевое слово «немного». Неужели и Бурятия перепадет? Нет, нам поддержка вообще не достанется. Долгов, конечно, у нас много, но есть регионы, которым еще хуже. Долги любого региона делятся на кредиты бюджетные и коммерческие. Первые – дешевые, вторые – дорогие. Бюджетные получить сложно, кредит в банке проще простого. В итоге 19 регионов страны на грани банкротства. Они должны банкам половину или даже все, что могут заработать за год. Нам необходимо предпринять все необходимые меры для снижения объема коммерческой задолженности у всех субъектов федерации до уровня не более половины от собственных доходов. Регионам, которые по состоянию на 1 октября текущего года превысили этот показатель, должен быть предоставлен целевой кредит и с федерального бюджета. На это потребуется 60 миллиардов рублей. Деньги регионы получат до конца года. Но не бурятия. Если посчитать ту самую пропорцию рыночного долга и собственных доходов, у нас гораздо меньше половины. Сейчас общий долг республики – 8,5 миллиардов. К концу года он вырастет до 12. На что занимаем? На выполнение майских указов и повышение зарплат бюджетников. На финансирование здравоохранения и различные социальные выплаты населению. Но есть и хорошие новости. Бюджетный долг республики, накупленный за три последних года – 1,3 миллиарда рублей. Теперь можно отдавать не спеша. Он будет реструктуризироваться на 7 лет первоначально. В следующем году мы должны были 610 миллионов погасить федерации. Мы будем гасить только 5% этой суммы. Но мы просто не займем в коммерческих банках эти 600 миллионов и снизим долговую нагрузку субъекта. А до города эти деньги дойдут. Ситуация в ЛНД продолжает оставаться ахвой. Муниципальный долг почти сопоставим с собственными доходами. Деньги предназначены республике, но городу списали часть муниципального долга. В итоге за развязку на центральном рынке заплатила республика. Придумать дальше, на чем экономить, должны в первую очередь финансисты города. Уж слишком долго придумывают. Не пора ли в мэрии кого-то поменять для начала финансистов. Спасибо, Женя. А мы продолжаем. Наш земляк признан лучшим спортивным комментатором страны среди любителей. Улану Денис Юрий Домбаев одержал победу в конкурсе Первого канала. Он станет соведущим на футбольном матче России-Аргентина. Напомним, на конкурс «Я, комментатор» отправить свою работу мог любой желающий. Голосование завершилось сегодня безоговорочной победой нашего земляка. Его результат – более 24 тысяч голосов. Отрыв от ближайшего соперника составил около 10 тысяч голосов. 27-летний Улану Денис, участник команды КВН «Хара Марин», ведущий новостей на радио «Сибирь», «Байкал» Юрий Домбаев станет напарником Виктора Гусева на товарищеском матче двух сборных 11 ноября. В Бурятии впервые отметят День отца. И, возможно, праздник станет традиционным. Торжества назначены на 15 ноября. Круглый стол, фото и множество других конкурсов. Главная задача – увидеть проблемы отцов и направить их по правильному пути. Мы также решили подготовиться к этому празднику и вместе с горожанами составили портрет идеального папы. Что получилось? Смотрите далее без комментариев. Самое главное, я думаю, чтобы он был умный, должен знать ответ на все вопросы. Он должен быть сильным, делать зарядку вместе со своими детьми. Он должен быть все-таки веселым, чтобы поднимать настроение, когда грустно. Чтобы у него было обязательно теплое сердце, ведь если папа будет злой, то в чем смысл? Должен уметь любить, сочувствовать, иметь чувство к другим и хранить свою семью, как зеницу ока. Настоящий хороший папа должен быть щедрым. Потому что если папа будет нещедрым, он не будет дарить подарки, и в семье не будет такой веселой обстановки, гармонии. Он должен слушать, уметь поставить любой вопрос так, как ему надо. Заботливый, обнять тебя, поцеловать и сказать, что я тебя люблю. Идеальный папа, которого уважают все дети, жена и вся семья. Он ядро, папа и мужчина. Здоровые дети, наше будущее. Турнир под Хэквондо под таким девизом уже в 16-й раз прошел в Улан-Удэ. В этом году состязания собрали рекордное число спортсменов. Продолжит Алексей Туровов. С этих состязаний начинали свою карьеру многие именитые спортсмены. В их числе и призер чемпионата мира Елена Харжеева. Две недели назад она завоевала серебро на турнире в Ирландии на родном уландэнском Даянге в роли судьи и наставника. Сама обучает 50 юных тэквондистов. Можно сравнить даже с одним месяцем тренировок, если ты выступаешь на каких-то турнирах больших. Потому что в это время надо сконцентрироваться, выйти вовремя, не забыть программу, которая от тебя требует судьи. За 15 лет турнир гостил в разных спортзалах города. Юные тэквондисты состязались в технологическом университете, культурно-спортивном комплексе, а с этого года прописались в ФСК. В Москве проводятся турниры в тысячу участников и больше тысячи. Мы хотели бы приблизиться к этой заветной цифре, потому что массовые турниры, они вообще сами по себе очень интересны. Вот это именно атмосфера массовости, она создает какой-то праздник, азарт. Кроме бурятских спортсменов, силу и сноровку проверили участники из Забайкальского края Омска. Сразу две сборных представил Новосибирск, а вот хабаровчане, старожилы турнира, уже более 10 лет приезжают в Улан-Удэ за опытом и общением. Да, это очень важно. На самом деле собрать такое количество участников удается не каждому региону. Ну и, соответственно, это, наверное, основополагающий момент того, что мы всегда в Бурятии, всегда на этом турнире. Географию соревнований планируют расширять нынешний рекорд. 500 участников считают организаторы уже не предел. Следующая планка для победителей уландэнского турнира – чемпионат Бурятии и отбор на всероссийские состязания. Алексей Турубов, Батар Халматов, телекомпания «Аригус». Такова информационная картина минувшего дня с ее событиями. Вы также можете познакомиться на нашем сайте arigus.tv. Далее вас ждет полезная рубрика «Сфера интересов». Я же прощаюсь с вами. До встречи в эфире. Как к зиме подготовишься, так ее и проведешь. Выставка продажи российского меха «Зимняя сказка» предлагает провести зиму тепло и красиво. И напоминает, до закрытия выставки осталось всего несколько дней, а значит, пора выбирать. Ведь здесь более 2,5 тысяч моделей шуб, полный размерный ряд и насыщенные палитры оттенков. Сшитые соблюдением всех требований госконтроля будут радовать не один год. На выставке «Зимняя сказка» шубы из норки, мутона, нутрии, кролика, рекс, а также меховые жилеты – и все это по цене производителя. Плюсом к привлекательной стоимости – дополнительные скидки. Например, за наличный расчет скидка до 20%. А новый беспроцентный займ сделает покупку шубы еще доступнее. Платеж за норковую шубу составит всего 2100 рублей в месяц, за мутоновую – 420. Считаю, что достаточно выбор и по качеству меха, и по виду меха. Поэтому есть возможность купить и по возможности финансовой тоже. Стоит поторопиться и обновить зимний гардероб с выгодой. «Зимняя сказка» работает в художественном музее только до 12 ноября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова